С сегодняшнего дня решать городские проблемы будет новый сети-менеджер. На эту должность депутаты Гордумы единогласно утвердили Александра Перескокова. Кроме этого, на последнем заседании чиновники обсудили больше двух десятков вопросов. Анна Мамаева была на заседании и расскажет, какие решения были приняты. Уже через 15 минут после начала заседания Гордумы Александр Перескоков занял свое место в президиуме. Депутаты его кандидатуру на место нового сети-менеджера приняли единогласно. Но перед этим он представил свою программу. Приоритеты в деятельности руководителя администрации города должны быть нацелены на благополучие и повышение качества жизни горожан. Для себя такими приоритетами вижу повышение наполняемости доходной части бюджета, формирование, поддержание и стимулирование эффективной структуры городского хозяйства, поиск и реализацию форм и методов привлечения в город инвестиций. Напомню, Александр Перескоков некоторое время был заместителем председателя областного правительства. Много работал с городскими властями. Поэтому хорошо знает специфику деятельности в администрации и городские проблемы, которые надо решать. Ставлю на голосование. Кто за, прошу голосовать. Прошу опустить. Также единогласно на сегодняшнем заседании чиновники приняли решение передать Вятской епархии несколько жилых помещений на Динамовском проезде. Они находятся в здании старинной православной церкви. В период 2015 и 2016 года должны будут приобретены для граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях, жилые квартиры. После приобретения и переселения данных граждан уже произойдет передача данного имущества религиозной организации. Точнее, Преображенскому женскому монастырю. Всего же на повестке дня сегодня стояло больше 20 вопросов. Они касались, например, городского бюджета, комплексной застройки города или сноса ветхих домов. В целом, подытожил глава города, все главные решения депутаты в этом году приняли. Приняты все решения, утверждены все депутатские наказы. Есть глава администрации, есть бюджет. Город живет и развивается. Если говорить о решениях Думы, то разделять их на главные и неглавные, наверное, не искусство. Потому что все эти решения, они направлены на то, чтобы город жил, город развивался. В следующий раз в полном составе депутаты Кировской городской думы соберутся уже в новом 2015 году. Анна Мамаева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Дэвича.